друзья очень внимательно посмотрите это видео многое из того что там рассказывается конечно вам уже известно и по видео на моем канале и по видео других специалистов но есть очень очень что-то важное что вам необходимо понять а именно что первично в любой дисфункции в любой болезни всегда травма и если то что вы здесь увидите или услышите вам будет непонятным или вы хотите продолжить и познать то что уже узнали расписание на 2022 год есть на моем сайте amnika.kz добро пожаловать на семинары есть ограничения в набор группы поэтому советую поторопиться потому что цены 2023 году соответственно очень сильно изменятся благодарю за просмотр и желаю всего хорошего мышцы индикатор это любая норма тоничная мышцы в теле норма тома вспомним да эта мышца способна к сокращению и на любом растяжении своей длины понятно то есть если у меня есть bgm у у нее есть определенная длина вот мышцы в максимально сокращенном состоянии она должна работать из этого положения и из этого положения понятно ляжешь на спину тебя удобнее на спине меня мы не стетей и я на меня идея эта мышца сильная и работает на всей своей длине vídeo многие мышцы вы так не сможете протестировать ну многие сможете. Понятно? Ну, мы сейчас разбираем такой идеальный вариант мышцы-индикатора. Что еще должна уметь такая мышца? Она должна отвечать на определенные провокации к гипотонусам. Значит, первая провокация – это сближение волокон к центру. Дай на меня. Хорошая мышца. Отлично. Она должна расслабляться на растяжении сухожильных концов. Дай на меня. Это свидетельствует о чем? О перегрузке, да? Через сухожильный аппарат Гольджи. Расположение на брюшках мышцы северного полюса магнита. Создает реполяризацию мембраны кратковременной, да? И мышца тоже слабнет. Ну, в жизни, дай на меня, в жизни хорошая, слабая мышца. У вас такого, как это сказать, ну, не будет прям вот так все изумительно. Понятно? То есть, вы будете брать какую-то мышцу, которая дает какие-то ответы. Мы сейчас про хороший индикатор говорим. Удар по сухожилию антагониста тормозить сокращение агониста. Что такое агонист? Это мышца, совершающая движение, да? Основная мышца. Антагонист. Расслабление. Я покажу на примере бицепса. Вот есть бицепс плеча. Дай на меня. Есть трехглавая мышца плеча. Если я создам... Дай на меня. На ней сухожильный рефлекс, то бицепс должен расслабиться. Почему? Ну, потому что возникает кратковременное сокращение волокон в ответ на резкое растяжение. Мы с вами это разбежали. Значит, бицепс здоровый. Делать вы этого, соответственно, не будете, но вот ради интереса, ради практики вы должны все это будете проделать. Раздражение рецептора острой боли перпендикулярно вектору движения. То есть, если рука идет вот сюда и агонистом является дельтовидная мышца передний пучок, то она должна потерять тонус в ответ на раздражение болевого рецептора. То есть, если мы активируем сперматологический путь в конкретном регионе. Спасибо. Дай на меня. Все, мышца расслабилась. Прямо себе это, натренировал что ли? Прямо хорошо чувствуется. Прямо идеально. Вот вроде большой человек, но прям идеально работает. Все, разобрали. Провокация уязвимых зон тела, соответственно, рефлексоотдергивания существует, да? И, ну, как бы, защитная реакция. И расслабляется определенной даже цепями, да, у нас мышцы. То есть, если мы берем мышцы по передней поверхности тела, потянули глаз, нос вверх, то мышцы по передней поверхности расслабятся. Почему? Потому что надо спасти нос. Договорились. Во многом вот такие вещи будут работать, вы будете находить из-за вот таких вот рецепторов. Из-за таких вот рефлексов. Провокация, так я уже сказал, фокусировка взгляда на параллельные прямые. Держи. Параллельные? Ага. Дави на меня. Дави на меня. Все, работает. Почти, что идеальный индикатор. Вот это я вам покажу, как можно заменить. Это недавняя находка. Тебе показывал. Садись. Если вы тестируете мышцы, которые располагаются билатерально, то есть с той и с другой стороны, вы можете через противоположную мышцу узнать, как работает мозг. Функция примерно такая же. Понятно? Предположим, я хочу протестировать на предмет координации полушарий вот эту мышцу. Я делаю вот эту провокацию на другой стороне. Интересно. Да. Мышца расслабляется. Это нормально. Это значит, что голова соображает правильно. Сигнал поступает как сюда, так и сюда одновременно. Но уже в перекрестном. Но уже в перекрестном отношении. Потому что экстрапирамидный путь у нас идет как бы вверх, сюда и часть сюда идет. Здесь мозг и здесь мозг. Здесь мышцу потеребили, здесь мышца расслабилась. Это значит, что вот этот путь работает хорошо. И оба полушария через эту мышцу вам дают ответы. Если этого не происходит, значит вам дают ответы не оба полушария. То есть анализ ситуации, происходящей в теле, производится только, ну, соответственно, одним, да? В большей степени. То есть это норма конус, да? Что здесь провоцировали. Да, это норма. Так. Все, вспомнили критерии нормы тоничности. Об этом я в прошлый раз вам не говорил. Говорю сейчас. Запишите себе на подкорку. Пока на подкорку. Да. Спасибо, Сергей, большое. Мышца-индикатор не имеет прямой связи с дисфункцией, но отражает состояние дисфункции понижением или повышением тонуса при изменении сигналов ЦНС. То есть изменение равновесия в теле вызывает, соответственно, изменение в мышце-индикаторе. Ассоциативная мышца отражает состояние определенного сегмента тела напрямую. Например, висцермоторные паттерны. Плохо желудку, гипотонус, БГМ. Ключичные порции. Это мы с вами разбирали. То есть в каждой мышце есть ассоциативная висцермоторная связь. Предположим, через эту мышцу я не найду дисфункцию у Сергея на желудке. Понятно, да? То есть она либо скомпенсирована, либо действительно желудок здоров. Если было бы плохо, она была бы исходно слабая. Вот ассоциативные мышцы, как правило, при дисфункциях исходно слабые. Мышца-индикатор становится ассоциативной мышцей, если та дисфункция, которую вы провоцируете, связана с ней напрямую. То есть, если у вас есть, ну, предположим, бицепс плеча, вы его тестируете. Все хорошо. Пока вы не дернули или не надавили капсулу локтевого сустава. Как только вы это сделали, он расслабился. Значит, здесь есть проблема. И здесь напрямую идет определенная связь. Понятно? Бицепс плеча сильный. Вы наклонили шею, он стал слабый. Значит, он уже не индикатор, он уже ассоциативная мышца. То есть, он отражает проблему шеи напрямую сразу. Что-то здесь между ними не так. То есть, вот эти отношения прослеживаются. В целом, как мы увидим, большинство индикаторных мышц так или иначе могут быстро стать ассоциативными к чему-либо. Но есть стойкие связи ассоциативные. Это связи с внутренними органами. Поэтому мы с вами их записываем, да? Болит желудок, не работает мышца. Заблокирован сегмент, не работает такая-то мышца. Там, заблокирован какой-то шов, не работает такая-то мышца и так далее, и так далее. Терапевтическая локализация, расположение рук пациента на теле пациента. Провокация – это все, что не терапевтическая локализация. Тронул врач – провокация. Прижался врач – провокация. Моргнула девушка – провокация. Подумал про Мальдивы – провокация. Понюхал травки – провокация. Постучал ногой – провокация. Все. Больше этот вопрос мы не поднимаем. Весочное постукивание – это вопрос приоритетности действий. Это из прикладной кинезиологии классической по Васильеву, Шеферу и так далее. На данный момент Хосе Паламар выдвинул, ну, наверное, это уже не предположение, это уже утверждение, что это раздражение вторичных Гольджи по височно-сфеноидальной линии. То есть там есть сухожильно-связочные цепи, ну, не цепи, а сухожилия, а связки, которые вплетаются в этот шов. Ну и, соответственно, они по какой-то причине часто являются вторичными дисфункциями. Ну, к определенным первичным дисфункциям, к связкам имеется в виду. Вот это его утверждение. Для нас это утверждение ни то, ни другое не является, ну, как бы, ни плохим, ни хорошим, мы просто это используем в работе. Хорошо? Компьютер – это сохранение введенного сигнала в нервную систему для дальнейшей диагностики и так далее. Кто знает, кто видел когда-нибудь компьютер? Как работает? Что так не смело? Это когда сигнал патологический вводится в тело и одновременно с ним напрягается определенное сухожилие и остается в этой же позиции. Либо сторонний какой-то стимул, который зависает в нервной системе одновременно с патологическим стимулом. Предположим, вот хорошая ручка. Единственный, который пришел с правильной ручкой, а они тут у нас двое. Я, допустим, хочу посмотреть колено, здесь есть дисфункция. Я пораздражал дисфункцию с одновременным раздражением, то есть слуховым и визуальным. И ручка осталась в этом положении. То есть стимул щелк вместе со стимулом подавить или помассировать завис в системе. И индикаторная мышца мне будет это показывать. Мне нужен какой-нибудь пример. Пойдем. Садись. Я беру любую индикаторную мышцу. Дай вверх. Дай вверх. Дай вверх. Перекрестные отношения не очень хорошо работают, но не суть. Вот есть мышцы, которые, допустим, даже с этого полушария мне какие-то ответы будут даваться. Хочу посмотреть дисфункции. Есть какие-нибудь дисфункции, видимо? Отлично. Все. Дай вверх. Дай вверх. Есть дисфункция. Извиняюсь, неправильно ввел. Я там стучу и здесь у меня одновременно. Все. Дай вверх. Не ввелся. Сейчас. Смотри. Больно, да? Все. Мышца будет слабая. Мышца будет слабая до тех пор, пока я не найду сигнала, который закроет, то есть перебьет вот этот сигнал. Понятно? То есть если есть более важный сигнал, я его найду в теле, пораздражаю и мышца станет нормотоничной. Дай вверх. Дай вверх. Вот здесь есть сигнал более высокого порядка. Значит, я могу вот с этой мышцей дай вверх долго-долго-долго-долго-долго лазить, где-то что-то искать. Она будет мне показывать, что я что-то нашел изменением своего тонуса. Понятно, что такое компьютер. Можно делать так. Удобно. Очень часто в психологической практике используется. Нет? На спину. Я сразу отметаю ваш вопрос вот про это. Хорошо? Вот это? Непонятно, сколько стимулов здесь было. Сколько сигналов? Один, два, кто-то тремя пальцами делает. Так не делаем. Это... Наверное, правда. Да, потому что сигнал не зависает. Здесь потому что есть щетка. И если визуально он видит, что он упустился, колпачок, то еще лучше. Можно работать через пропорецепцию суставов. То есть вы раздвигаете ноги при активации дисфункции. И, соответственно, дисфункция вместе с сигналом сухожилия зависает в системе. Все, вот подвинули ножку. Будет то же самое. Вот пока нога так, все будет так. Убрали сигнал сухожилия. Все. Все, сигнала нет. Мышца восстановилась. Это называется... В прикладной кинезиологии называется компьютером. Не советую вам использовать какие-то другие, типа такого, такого, такого. Нужен четкий, понятный инструмент, чтобы вы его, во-первых, не забывали. Понятно? Если хотите на ручку повесить пять компьютеров, не советую. Я лучше советую вам иметь пять ручек. Допустим, постучали – ввели. Нашли – ввели. Можно так работать. Но так будет просто как минимум удобнее. Понятно? Все, спасибо. Напомнили. Компьютер – это инструмент для того, чтобы зациклить патологический сигнал в системе. Ну, не только патологический. Да, там можно работать и с нормальными сигналами, но мы сейчас говорим про больных людей. Через какое время это сбросилось? Как только ты ногу… Как только ты щелкнешь. Да, ну или как только она выйдет. Как только сигнал не перестанет быть актуальным. Ну, система все равно его скомпенсирует. Понимает, у нас же не глупые. Провокации для диагностики аспектов здоровья. У нас есть определенные системы, которые отвечают за определенные функции. И для них есть и провокации. То есть мы можем понять, куда в своем лечении нам идти. То есть мы будем растирать кость, мы будем перезагружать рецепторы, мы будем навязывать новый психотип или разгружать эмоции. То есть есть определенные вот эти механизмы. У нас первый – это структурный аспект. Это все, что связано с телом. Помассировать, помять, постучать, подержать и так далее. То есть это все, что материально. Нервная система, кстати, это тоже материальная. Поэтому там надо будет уметь различать кое-что. Ну, пока вот так. Перкуторное раздражение надкосницы работает, давайте я буду проще вам давать, это работает как паутина. Есть паук, паук – это ваша нервная система. А есть паутина, паутина – это ваше тело. Вот как только его здесь ударили, в нервной системе сигнал какой-то прошел. И она изменением тонуса показывает, что есть нарушения. Но нарушения конкретно структурные. Вот как только паутина завибрировала, нервная система смогла отследить патологические сигналы. И, соответственно, она их и вам показала. Надкосница раздражается в дистальных отделах самых нагруженных. Это вот здесь. И голеностоп. На самом деле раздражать можно где угодно, в зависимости от того, где вы ищете дисфункцию. Если вы ищете дисфункцию в теле, то вот эти места. Если вы ищете дисфункцию в черепе, то можно через череп найти. Психика, терапевтическая локализация лобных бугров. Это вот здесь. Понятно, да? Эти лобные бугры являются нервоскулярными точками для некоторых органов. Поэтому там необходима будет дифференцировка. Но не суть. Неврология. Это дисфункция нервной системы. То есть какие-то нарушения в вегетативной нервной системе. Система, которую мы не осознаем. Либо терапевтическая локализация, либо надавливание глазных яблок. Дают нам понимание о том, что что-то не так с нервной системой. То есть не в коре, не в лимбической системе, а в системе продолговатого мозга, мозжечка, таламуса. Биохимия. Биохимия. Биохимия – это химический состав нашего тела. Очень быстро меняется при определенных дисфункциях pH крови. То есть буквально моментально. Терапевтическая локализация . В некоторой литературе R27. В основном отражает состояние лимфатической системы. Почему? Потому что вот здесь впадение лимфатической системы в венозное русло, в подключичную вену. Ну и, в общем-то, взаимоотношения лимфы и крови можно здесь проследить. Есть иммунная система, которая у нас отвечает за что? Насколько я вас могу всех вынести с вашими микробами? А вы меня. Ну и с друг друга, соответственно. Терапевтическая локализация тимуса не сработает, как правило. Это перкуссия в этой области. В области расположения тимуса. И есть эндокринная система. Система, ну вообще, на самом деле, это система глубокой компенсации. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, половые гормоны. Всех регулирует гипофиз. Если он знает об изменениях, то, соответственно, ТЛ здесь изменит тонус мышц. Ну, гипоталамус тоже входит в эту систему. Ну, скажем так, он прямо самый главный. И он не управляет железами, а он управляет гипофизом. Вот так скажем. Вот, в общем-то, вот это все нам нужно уяснить и двигаться дальше. Там еще краниальный ритм. А, да. Потому что его здесь не видно. Краниальный ритм – это нагрузка на сфенобазилярный синхондроз. У нас есть природный ритм движения костей черепа, ну и вообще, в принципе, дыхание тела. Располагается вот здесь сустав между клиновидной и затылочной костью. Затылочная кость, клиновидная кость. Видно отсюда? Видно? Вот это место. Там хрящевое соединение. Называется сфенобазилярный синхондроз. Вот здесь хрящевое соединение. Вот клиновидная кость, вот затылочная. То есть, они между собой в каком-то определенном ритме двигаются. Ритм не быстрый. Не помню, сколько это там вдохов в минуту у него. Если есть нарушение на этом соединении, то есть нарушение краниального ритма. Соответственно, краниальный ритм – это ритм, который завязан с сакральным ритмом. Называется краниосакральный механизм. То есть, вот это движение мы можем… Да, это когда есть, продуцируется ликвор в желудочках мозга. Ну и, соответственно, его флюктуация, то есть, спадение и появление. Вот через этот механизм работает этот дренаж. Так. Ещё пропустили эмоции, тейл носа. Эмоции, да, точно, извини. Эмоции пропустил, да. Почему я так? Эмоции, как я уже сказал, это не психика, это окрашивание сигнала. Психика – это модель построения ответа на сигнал, который уже окрашен. Тейл носа. Есть ещё точка, располагающаяся на четыре пальца ваших пальцев. Не моих пальцев на вас, а ваших пальцев на вас. От мечевидного отростка вверх и один в сторону. Вот здесь эта точка показывает, есть дисфункции лимбической системы или нет. То есть, тейл можно ставить сюда. Мечевидный отросток, вот у вас ребра сошлись, вот мечевидный отросток. Четыре пальца отложили и один палец в сторону. Да, где надо тыкнуть, всё правильно. Нужно создать нагрузку на затылочную кость и на клиновидную кость. То есть, как бы насильно их раскрыть. Когда вы сделаете эту нагрузку, то вот это соединение должно изменить свое положение. Соответственно, оно будет либо во флексии, либо в экстензии. Вы можете здесь же произвести ротацию в этом же положении. Посмотреть, какие углы наклона вот здесь. Здесь очень чувствительное рецепторное поле. То есть, любое изменение в теле отражается на клиновидной кости и на гипофизе. Вот здесь, в ямке гипофиза. По сути, вот то, что мы все асимметричны, вот он всё знает. Но почему-то не меняет. Ну, почему, это мы разберем чуть позже. Всем непонятно. Почему тело такое умное, но ничего не делает для того, чтобы мы были здоровы, да? То есть, вам нужно создать нагрузку вот на эти две кости, как бы развести их. Сейчас я всё буду показывать. Вы думали, я расскажу им это? Всем спасибо. Вот это мы только что пронаблюдали у Сергея. То есть, все эти ответы, которые могут быть у здоровой мышцы. У него можно брать БГМ и смело с ней работать. Это сейчас всё буду показывать. Почему он мне не показывает полностью слайд, я тоже не понимаю. Далее. Вот это вы сейчас не запомните, но я обязан вам рассказать. Правила приоритетности. Ну, соответственно, это то, что я построил в своей системе координат. Ну и то, что коррелируется с теми пациентами, с которыми я занимался. Ну и с другими знаниями. У нас есть мышца. Она может быть исходно сильной, исходно слабой. Это не имеет значения, но вот мы будем толкаться от исходно сильной мышцы. Есть нарушение незначимое. Это компенсация всех компенсаций. Тритичная, да? Ну, если брать по мышцам, да? То есть там тритичные, вторичные, первичные дисфункции. Незначимая. Компенсация всех компенсаций. Если брать мышцы, то это тритичная мышца. И, как я уже говорил, вот если ее развести вот так, она станет сильная. Это та мышца, которую лечить не надо. Ну, как бы надо, но с точки зрения логического подхода, конкретно ее лечить не нужно. Или дисфункцию, которая вот эта, не надо ее лечить. Мышца теряет тонус при терапевтической локализации дисфункции. Есть нарушение. То есть мы еще не знаем, какое оно. Оно может быть вот такое. То есть оно теряет тонус на терапевтическую локализацию. Вторичная незначимая. Эта мышца восстановила тонус при двойном ТЛ. Наташа, пойдем. У тебя не работала, да, мышца? А, нет, извини. У тебя, Сергей, не работал. Ложись на спину. Назад. Дай. 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 Гипер. Неудобно. Уф. В чем это делать? Стоп. В сторону. В потолок. Угу. Смотри. Дай. Отлично. Все. Вот я нашел себе индикатор. У тебя же, да, проблема была? Ой. Вот здесь. Помните, да? Нет. Какая мышца не работала? Малая грудная. Малая грудная? Все. Дай. Одна терапевтическая локализация. Есть дисфункция. Просто она есть. Вот как факт. Не придавливай, просто положи. Не надо поднять, я сам. Все. Дави. Еще разок. Дави. Угу. И мышца восстановилась. Это значит что? Как минимум вторичная. Все правильно. Мышца, вот эта проблема вторичная. На 2 ТЛ мышца снова включилась. Мягко говоря, что я говорю мозгу, посмотрите, что здесь. Ага. Тестирую. Вот с одного сенсорного пути пошел вход в мозг. Понятно, да? Оно обрабатывает. Я вижу вот это. Я второму полушарию говорю, а ты чего там тоже смотри, что видишь, то есть скоординируйте данные. Он говорит, ну как бы ничего такого, что нужно делать. Вот о чем речь. Два сенсорных входа. Вторичная. Первичная значимая. Мышца сохранила гипотонус при двойном ТЛ. То есть если бы здесь при двойном ТЛ был гипотонус индикатора, то мы бы знали, что это первичное значимое звено. Звено. Как нам поискать первичное значимое звено? Вы смотрите, что восстанавливает? Да. Да. Любое по иерархии более значимое отменяет менее значимое. То есть вот этот гипотонус, отмененный сигналом или терапевтической локализации другого региона, говорит о том, что последний регион более приоритетный. ТЛ. Ну, я не знаю, что у него. Ну, давай сюда. На, вот здесь. Что-то здесь есть. Вот это создает гипотонус, вот это отменяет гипотонус. Значит, здесь тоже есть нарушение. Нарушение. Дай. Вот одна ТЛ. Нарушение есть. Два ТЛ. Дай. Нарушение есть. Первичное. Не восстановила тонус. Значит, есть. Вот у них два ТЛ. Значимое, первичное. То есть практически вот это лечит прикладной кинезиологией по Васильевой. Понятно. Почему? Потому что они делают вот так. И Вы раньше делали вот так. Мышца восстанавливала или не восстанавливала? Восстановила тонус, значит, не приоритет. Дальше они ставят сюда. Гипотонус. Дави. Гипотонус. Все. Вот этот инструмент уходит только вот на эту глубину. Есть супер приоритет. Мышца вернулась в исходное положение, в исходный тонус. Два ТЛ плюс дополнительный стимул. вот У вас два ТЛ. Даль? Мышца гипотонична. Даль? Мышца гипотонична. Значит, это даже не эта глубина То есть это вот здесь Значит, есть что-то где-то, которое привело вот к этому Сигнал на то место отменит эти два ТЛ Ну, давай посмотрим Не знаю конкретно где Здесь придется побегать немножко Сигнал вон там отменяет эти два ТЛ Супер приоритет Два ТЛ Ты не знаю, в чем проблема еще Я же показываю, как искать Я не знаю, я первый раз вижу Ну, второй Дай Два ТЛ гипотонус Дополнительный стимул Возврат тонуса Это супер приоритет, но не исходник То есть исходник вообще не реагирует на ТЛ Если я на него поставлю две На такую проблему две руки Одну руку Что угодно я с ним сделаю Никакого ответа с мышцы не будет То есть он скрыт? Да, теперь есть объяснение, да? И грубых примерах буду говорить Изнасиловали в детстве Но она этого не помнит Возрослой жизни Ну и почему-то с мужчиной плохо Она ее психологу или гипнологу разбираться И вспоминает об этом О чем это говорит? О том, что эта травма очень сильная Это шок болевой От него можно умереть И вот такие травмы Тело рубит То есть просто отключает провод Да И поэтому сигнал с нее просто не идет А как только мы этот сигнал добавим То она его включит и выключит Все, он меня блокирует Я, можешь пить хочу? Нет, ну ты иди попей, если хочешь пить Он не дает мне ее найти Ага, извините, я не особо Я так не переправлю Это не сам же человек? Нет Подсознание Да Он не дает мне ее найти Получается, это как защитник Нет, ты куда? Ты попить пошел Это еще раз доказывает Будем сейчас пропаться Покупаемся до есть Он переключил систему Для меня побаивается Но есть что-то для него очень важное Для тебя важно найти проблему? Да Да, отлично После этих объяснений стало еще Как-то более стремно До этого я не осознавал Но если хочешь, проговори слух Я хочу решить эту проблему Я хочу решить эту проблему И я принимаю это решение осознанно И я принимаю это решение осознанно Здесь и сейчас Здесь и сейчас Даже с помощью Егора Даже с помощью чего? Егора Даже с помощью Егора Вдох-выдох Все, выключил На всякий случай перепроверим Это какой-то сигнал Который зашел Через глаза И через ухо То есть это визуальный стимул И слуховой стимул Это по большому счету Тот же самый компьютер О котором мы с вами разговаривали То есть есть событие Не очень хорошее Которое зашел через этот сигнал Ну какой-то из них Здесь я не смотрел Приоритет, не приоритет Но этот сигнал зашел Через глазной слуховой анализатор И он там у него крутится в голове Для него это было очень травматично И как правило Это, конечно, где было? В детстве Как ты угадал?